МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир Первого Приднестровского продолжает программа Вовремя итоги. Выпуск посвящен прошедшему в Гагаузе референдуму, на котором жители автономии высказывали свое мнение о том, в каком направлении должна двигаться Молдова, а также по отложенному статусу автономии. У нас в гостях председатель Союза Гагауза в Приднестрове Сергей Каланеделя и мой коллега, главный редактор бендерского телевидения Сергей Брага. Для начала позвольте озвучить предварительные результаты референдума. Итак, в голосовании приняли участие более 70% зарегистрированных избирателей. За отложенный статус Гагаузи проголосовало почти 99% предшедших к Урнам. За присоединение к таможенному союзу высказалось более 98% проголосовавших. Впечатляющие результаты. Конечно, интересно, как проходило голосование. Сергей Иванович, расскажите, пожалуйста, как это было. Поделитесь своими впечатлениями. Давайте сначала мы расскажем, как мы добирались туда. Все мои соотечественники, кто проживает в Приднестровье, проходит обучение студенты. Я, в частности, депутаты некоторые добирались туда разными путями. Кто через Кишинок, кто через Каушаны. Я, в частности, выбрал путь через Каушаны. Нас остановилась полиция по всей дороге поездки. Каушановых остановили долго, расспрашивали, куда едем, зачем едем, почему едем. Естественно, мы сказали, что едем на родину, домой. Мы все жители Гагаузии, родом оттуда родину. Держали нас минут 15, проверяли багажник, вплоть до того, чтобы снять запаску, показать, что под запаской. В следующий раз нас остановили в Чемишле, заставили номера протирать. Ну, это понятно, что они проверяли этим наш нервозность, нервничаем, куда мы едем с какой-то целью. И все-таки мы добрались к Амрад и попали на референдум. И что было там на референдуме? Какова обстановка была? Мы зашли в цирк, зарегистрировались, как независимые наблюдатели. Встретили там нашего соотечественника, друга депутата Госдумы, Романа Худрякова. И получили мандат, и начали объезжать все участки избирательные, смотреть, как народ голосует. Меня очень приятно удивило, я часто бываю на выборах в своей родине, народ как никогда в очереди стояли. И музыка играла в избирательных участках, в очереди. И как странно, никаких подвозов не было. Люди, старики, молодежь приходили и голосовали. Ну, вот вы рассказывали о том, что у вас были проблемы с тем, чтобы попасть в Гагаузию. Вам все-таки удалось туда попасть. В отличие от нашей съемочной группы, я был в ее составе, и нам вообще не удалось туда попасть. Молдавские полицейские задержали нас на границе, потребовали предъявить документы, долго их проверяли, переписывали наши данные. Потом вообще попросили съездить с ними в Новые Анены, где снова регистрировали данные, опрашивали нас. И после этого выдворили вообще из Молдовы, то есть не разрешили нам продолжить свой путь дальше в Гагаузию. А вот наш другой гость Сергей Алексеевич Брага в составе съемочной группы Бендерского телеканала побывал все-таки в Гагаузии и привез оттуда репортаж. И предлагаю сейчас вместе с телезрительными посмотреть этот сюжет. Гагаузский референдум словно снег на голову молдавским властям. Что с ним делать, они не знают. Зато гагаузы точно знают, чего они хотят. Блокирование банковских счетов, отказ предоставить печати для голосования. Банальное запугивание населения. Казалось, что Кишинев, как Воронин в 2003-м, даже договорился с какими-то бесовскими силами, чтобы непогода помешала проведению плебисцита. Но несмотря ни на что, гагаузы сказали свое веское слово. Первыми, кто пришел на участки для голосования, сразу после их открытия, были руководители автономии. А все зависит от самого народа. Если он будет неравнодушен к своей собственной судьбе, он выйдет и скажет свое слово. И для всех жителей Молдовы этот референдум тоже очень важен. Это сигнал, что гражданское общество в Молдове сформировано. И что гражданское общество будет добиваться соблюдения своих прав. И что будут позитивные изменения в нашем государстве. Уже к 10 часам утра явка в Чедерлунге превысила 15%. К полудню референдум состоялся. А гагаузы продолжали идти на участки. Целыми семьями. Некоторые специально приехали на родину издалека, чтобы проголосовать за ее будущее. Я сегодня голосовал за свою свободу гагаузи. Лично у меня такое мнение, потому что я борюсь с 89-го года за образование Гагаузской республики. Из-за дефицита времени и денег участки открывали даже в магазинах. Кабинки для голосования делали из того, что было под рукой. Общественный порядок обеспечивали сформированные прямо накануне референдума народные дружины. Местной полиции кишиневское руководство запретило даже появляться на участках. А за попытку проголосовать пригрозило увольнением из органов. В такой ситуации многое зависело от четкой работы комиссии и наблюдателей. Избирательный участок открылся в 7 часов, вовремя, при мне, чтобы побались урны. Поэтому никаких на сегодняшний период, на сегодняшнее время, никаких правонарушений не было. Люди идут, свои мести выполняют. Они излагают то желание, которое я считаю нужным. После официального оглашения результатов референдума, руководство автономии обещает сразу же приступить к реализации воли народа. Обычная мировая практика. А вот власти Кишинева опасаются, что 2 февраля станет для них днем сурка. Эксперты говорят уже без обиняков, что гагаузский референдум – прецедент для других районов Молдовы. Сергей Брага, Сергей Маломан, Олег Бахчеван и Игорь Петренко. Бенгерское телевидение. Замечательный сюжет, Сергей Алексеевич. В нем вы рассказали о том, как проходил референдум, но все-таки хочется узнать более личностные отношения, что ли. Как вам показалось, как люди относятся к референдуму? Как они были настроены вообще? Я, как Сергей Иванович, начну с того, как мы туда добирались. Я не буду перечислять то количество раз, сколько нас останавливала полиция. Потом нам представились люди как сотрудники бюро по миграции. Потом люди вообще не представлялись, переписывали номера наших паспортов, машина. У вас не работает повторитель поворота и так далее. Полдня за нами следила. В субботу тоже непонятная группа лиц. Потом они все-таки представились как бюро по миграции. У нас была нелицеприятная беседа. Понятно, какая нервозная обстановка. Это я рассказываю не для того, чтобы рассказать, какие мы герои, а рассказать для того, чтобы люди понимали, какое европейское общество в Молдове строится и какое отношение к журналистам. Мы готовим небольшой сюрприз для наших телезрителей, для бендерского телевидения. Мы поехали туда снимать фильм. На самом деле он будет у нас ближе к субботе. Будет на сайте на нашем. Мы поехали и мы сделали это, потому что у нас команда. Мы постарались отработать не в кабинете, а поехали отработать, в том числе, наш директор, Маломан Сергей Сергеевич, на месте. Обстановка была действительно нервозной не только у нас. Различные провокации. Но самое интересное, что несмотря на все провокации, сила действия, вернее противодействия официального Кишинева была равна силе действия, силе духа гагаузского народа. Мы для себя, когда готовили, допустим, наш сюжет к эфиру и готовим сейчас фильм, отмечали, что это антирумынский референдум. Люди шли и друг к другу. Там можно было запутаться очень легко. Референдум, все знают, был три в одном, было три бюллетеня. Но как люди друг другу объясняли? Они объясняли примерно так. Ты хочешь, чтобы и ты жил в Румынии? Нет, приди, проголосуй. Мы были на родине, в том числе и нашего гостя Сергея Ивановича, село Кириэт-Лунга. Снег по колено, это не для метафоры, не для образности. Люди шли на избирательные участки. Люди шли с семьями, действительно. Люди шли преклонного возраста. Люди помогали друг к другу добраться, подвозили друг друга. Люди хотели прийти и высказать свое веское слово. То есть такой общенародный, единый порыв. Порыв, да. Никаких разговоров о том, что кто-то заставлял кого-то... Я думаю, вот мы говорили перед эфиром с Сергеем Ивановичем о том, молдавские СМИ говорили о том, что якобы принуждают, подвозят и так далее. Оно априори невозможно было, потому что полиции сказали не участвовать в этом референдуме. Были созданы отряды так называемой народной дружины, народной гвардии, народной самообороны. Я думаю, Сергей Иванович продемонстрирует. Отряды народной гвардии имели нарукавные повязки голубого фона, цвета нашего флага, и патрулировали все города, на слюнпункты, и на участке избирательного находились по 10-15 человек. И когда я приехал с гостями, они тоже взяли нас под охрану и сопровождали нас во все пути наши. То есть не давали нас в обиду, хотя там и не было прецеденток, к счастью. Вот, пожалуйста, руками. То есть вот такая вот поддержка на любом уровне, начиная от того, что старики объясняют молодежи, молодежь помогает старикам. Например, нам, нашей съемочной группе, очень здорово помогло руководство Чедролунгского района. Бузаджи Сергей Михайлович, это глава района, и глава администрации, примар Чедролунги Арманжи Георгий Георгиевич. Это вот к нам относились, вы приднестровцы, вы братья. И мы старались поддержать гагаузский народ своим присутствием и прорывом информационной блокады, потому что мы можем говорить точно, что действительно была информационная блокада, созданная вокруг этого референдума. Итак, я думаю, стоит уточнить, что официально в Гагаузии прошло сразу два референдума. Один был консультативный, на нем народ выбирал внешнеполитический курс страны, и второй законодательный, он касался отложенного статуса автономии. По итогам, пусть еще и предварительным, за присоединение к таможенному союзу проголосовало более 98% избирателей, и всего лишь 3% проголосовало за Европейский союз. Видимо, некоторые голосовали и за Запад, и за Восток, но их было не так уже много. Тем не менее, результаты таковы. Сергей Иванович, вопрос вам. Почему восточный, я бы даже сказал, российский вектор настолько силен в Гагаузии? Ну, начнем с того, что российский, русский, я бы сказал, вектор, с того, что мы с малакоматери принимаем, изучаем русский язык. У нас в семьях разгар на Гагаузском и на русском, в садике на русском, в школах на русском, в университете Камрадском на русском. Это первое. Второе. Мы православные, мы тюркский народ, но единственное на постсоветском пространстве, наверное, православный народ. И третье. Мы 70 лет прожили в Советском Союзе, и знаем, что сплоченность государств, народов многонациональных, это успех благополучия. Вот, пожалуйста, три фактора. И четвертый фактор. Александр I, царский самодержавец, российский самодержавец, поселил Гагауза в Буржахсой степи. Вот, пожалуйста, четыре момента. То есть, по сути, вся история Гагаузии связана с Россией. С Россией, с русскими. Другого пути просто нет. Если можно, я добавлю. Глава Чедрелунги говорит о советской оккупации. Советская оккупация – это работающие заводы, это рабочие места, это стабильность, в первую очередь. И вот то, о чем говорил Сергей Иванович. Сергей Иванович, православие. Гагаузы – это тюркоязычный народ. Они говорят о том, что посигнули на самое святое, на семью. Мы не хотим воспитывать своих детей в семье, где родитель номер один, родитель номер два. То есть, это обычные вещи ментальные, на которые посигнули. Сергей Алексеевич, вот мы знаем, что молдавские власти объявили референдум незаконным. Но все-таки, на ваш взгляд, по результатам референдума, молдавские власти задумаются и будут как-то учитывать результаты, потому что референдум получился действительно общенародным. Я думаю, не учитывать его нельзя. Конечно, законодательно его не признают, но это не шило, в мешке его не утаишь. На дворе не 89-й, не 90-й и даже не 94-й год, когда гагаузы, извините за немного обиходное слово, повелись на то, что им пообещали автономию. Но это на самом деле был призрак автономии. Автономии реальной нет. Не учитывать они его не смогут сами. Не учитывать его не сможет международное сообщество. Мы сегодня видели, что сказал господин Рогозин по этому поводу. И учитывая те геополитические, тектонические колебания, которые сейчас происходят, вот эти факторы не учитывать они просто-напросто не смогут. Сергей Иванович, вопрос вам. Мы знаем, как проходила подготовка к референдуму. Его сначала пытались запретить всяческими методами. Решение суда, уголовное дело завела молдавская прокуратура. Потом вообще его объявили незаконным и старались не замечать. Как вообще вы оцениваете поведение молдавских властей? Вы знаете, начнем с местных властей Гагаузских. Изначально до референдума были митинги про исполкома, про народное собрание. Народ Гагауза разделился. И мне стало страшно, что там происходит на родине. Там в один день были митинги правых, второй левых. Но, к счастью, под референдум все объединились, сплотились и провели референдум. Да, Молдова решение суда запретило провести референдум. Но наши избранники народные, честь им и хвала, накануне, день 2 до референдума, опять собрали экстренное заседание, проголосовали и провели референдум. Приняли законопроект про референдум. То есть, получается, мы обошли запрет суда Молдова. И референдум сегодня состоялся. Если можно по поводу явки. Просто показать силу сплоченности в цифрах. Изначально должны были они голосовать 50 плюс 1. Народное собрание Гагаузи, учитывая, что, может быть, многие выехали, решило, чтобы проголосовало треть. И этого достаточно для референдума. Гагаузы обиделись. Просто обиделись. И они показали явку 70%. Вот они цифры. Факты сами говорят за себя. Да, я даже сказал бы еще, что до референдума, где-то, наверное, летом прошлого года, непонятно было, что происходит в Гагаузе. Какая-то разобщенность наблюдалась. Но вот после того, как возникла эта идея, после того, как ее утвердили и стали идти к этой цели, то народ постепенно начал сплачиваться. И вот апогеем всего этого был референдум. Сергей Алексеевич, на Ваш взгляд, как проведенные референдумы могут повлиять на отношения Камрата и Кишинева? Потому что не повлиять они не могут. Ну, я думаю, с одной стороны, будет действительно замалчивание. И замалчивание – это будет вот такая вот дымовая завеса, за которой Кишинев продолжит дальше давить на референдум. Мы видели людей из Тараклии, в той же самой Чедрелунге, видели то, как относятся советники в различных муниципальных образованиях к референдуму в Гагаузе. Молдавская власть боится, что это будет прецедентом, и поэтому они будут всячески пытаться подавить вот это вот, на их взгляд, инакомыслие, которое как инфекцию распространяет, по их мнению, опять же, гагаузский народ. Сергей Иванович, один референдум проходил по внешнеполитическому курсу, он был консультативным, а второй референдум был законодательный, и он касался отложенного статуса Гагаузи. Объясните, пожалуйста, что это такое? В 1991-1994 года Гагаузия была независимым государством, и молдавские власти предложили отложить этот статус независимости. Ну и отложив статус, мы получили автономию. Но в законе о уложении к гагаузскому уложению внесли поправку, что в случае отделения Молдовы или присоединения к другому государству, в частности, Румынии, или какие-то политические другие нюансы происходят, будут в Молдове, Гагауз сама определяет, что статус возвращается их обратно. То есть независимая Гагаузская республика. И на сегодняшний день власти Молдовы поняли, обеспокоились, и народ Гагуи сплотились, и готовы на сегодняшний день самостоятельно выйти из состава Молдовы и проживать. Я вам скажу больше, болгарские села вокруг нас тоже хотят войти из состава Гагаузии. Даже есть представители, что молдавские села изъявили желание войти из состава Гагаузии. Почему это, надо спросить власти Молдовы, наверное. Безусловно, большое значение итоги референдума имеют не только для Гагаузии. Наш корреспондент подготовил сюжет о том, как отнеслись к референдуму в самой Молдове, а также за ее пределами. Желание гагаузского народа определиться с внешнеполитическим вектором развития наделало шуму не только в Молдове, но и других странах. Первыми свое мнение выразили международные наблюдатели из Бельгии, Польши, Болгарии и Венгрии, которые следили за ходом голосования на избирательных участках. Они назвали плебисцит законным. Комиссия подчеркнула, что проведение референдума – это элемент консультирования власти с гражданами и составная часть европейской политической культуры. Проведение референдума в Гагаузии поддержали советники сразу четырех районов Республики Молдова. Народные избранники потребовали от центральных властей прекратить давление и угрозы в адрес организаторов референдума и даже провести национальный плебисцит в поддержку интеграции Молдовы в таможенный союз. Выразить свое видение внешнеполитического вектора Молдовы, вместе с этим солидарность гражданам Гагаузии, уже решились жители Бельц. Партия коммунистов выступила с требованием провести консультации с населением. По их мнению, эта процедура полностью соответствует полномочиям местного сообщества. Кроме того, коммунисты хотят включить этот вопрос в повестку дня ближайшего заседания муниципального совета. Между тем, в России выходцы из Гагаузии и Молдовы организовали собственный митинг в поддержку проходящего в автономии референдума. На мероприятие собрались около 700 человек. Митинг прошел под лозунгом «Русские гагаузы – братья навеки». Молдовский историк Леонид Табере назвал референдум бунтом народа против кишневских властей и подчеркнул, что он не последний. По мнению эксперта, проведение общереспубликанского референдума просто необходимо. Это поможет избежать повторения ситуации на Украине. В то же время официальный Кишинев по-прежнему считает гагаузский референдум незаконным и бессмысленным. Чиновники во главе с Юрием Лянкой опасаются, что это может создать большие проблемы в стране. Сергей Алексеевич, как Вы считаете, возможен ли вариант, когда Гагаузия свернет с уже выбранного пути, не знаю, может быть, под давлением Кишинева или поддастся на какие-то уловки Кишинева? Выйти на какие-нибудь россказни, когда приезжали Лянка, Корман, Фюрисово, приходили? Да, да, что-то типа того. Я думаю, вряд ли, потому что мы видели вот тот вот стержень, который был в гагаузском народе. Подстегивает этот стержень, немножечко не по-русски, может быть, я говорю, зависть по отношению к Приднестровью. Они завидуют нашей независимости, и они говорят о том, что в 94-м году мы поступили неправильно. Мы сделали полшага, Приднестровье в 90-м году сделало целый шаг. И они говорят о том, что они сейчас просто не имеют никакого неморального права никакого другого свернуть с того пути, который они выбрали. Если они заявили о том, что они хотят отложенный статус, если они заявили о том, что они не хотят в Румынию, то они это самое сделают. Плюс ко всему 20 лет якобы автономии. Я беседовал с респондентами, беседовал с политологами, беседовал с примаром, беседовал с простыми людьми. Я просил буквально хотя бы в процентном соотношении сказать, насколько исполняется закон об автономии. Была такая же самая зима, и гагаузы решили встать автономией в 94-м году. Цифры, ну, примерно 10-15% исполняется закон об автономии. То есть это не автономия. И поэтому говорить о том, что они сейчас согласятся, я не знаю, что им можно предложить, чтобы они согласились. И они нам демонстрируют вот эту вот автономию. Это плохой пример для Приднестровья. Какую автономию может нам предложить господин Лянке? Вот широкую при широкую, как масленица, вот скоро она будет. Она не может быть автономией в составе молдавского государства ни у кого. Потому что Кишинев тот же самый. Если они решили, и они проводят эту политику целенаправленно, что каждый район будет районом, уездом, в том числе и Гагаузия, то так оно и будет. И больше всего в Гагаузии опасаются даже не официального Кишинева и каких-нибудь россказней, на которые они могут отреагировать. Они больше всего опасаются, что они станут румынским уездом. Какими-нибудь ясами, не знаю. Сергей Иванович, на Ваш взгляд, насколько серьезно настроено руководство Гагаузии? Потому что многое зависит от политиков, которые работают на месте. Знаете, зависит от политиков. Народ тоже не даст нашим политикам. Народ Гагаузии, он темперамент, не даст нашим политикам дремать или отступиться от перенятого курса. На сегодняшний день у нас, я уже повторюсь, народное собрание с полком сплотились, и курс евразийской интеграции, таможенный союз России, Белоруссии и Казахстаном. То есть народ Гагаузии не даст им наступиться. Мы это видели, когда выходили митинги от исполкома, от народного собрания. То есть второй раз Гагаузии на грабли не наступят, как это было в 1994 году, вот Сергей Алексеевич подтвердил. И все мы помним по рассказам своих родителей, отцов, дедов, кто такие румыны. Они придут в наши земли, они чувствуют себя первосортными гражданами. А мы второсортные, может, третьосортные. Мы не хотим быть рабами, не будем. Почему они будут командовать в наших землях? На сегодняшний день, к сожалению, в каждом населенном пункте по несколько десятков, а то и сотни домов продаются. Люди выезжают, очень много приезжают в Приднестровье жить. Это коммунальные услуги, ЖКХ, это энергоресурсы дорогие. Но я думаю, что Гагаузу смогут показать свою настойчивость, государственность. И в случае интеграции Молдовы Евросоюз Румынию мы самоопределимся. Уже прецедент был, 4 года мы попробовали. Почувствовать можно, почему нет. В завершении хотелось бы поговорить еще об отношениях Гагаузии и Приднестровья. В ежегодном послании нашего президента Евгения Шевчука, он говорил о том, что Приднестровью стоит налаживать тесные связи с теми районами Молдовы, которые придерживаются того же внешнеполитического курса, что и Приднестровья, то есть ориентированы на Россию. В свете прошедших референдумов, на ваш взгляд, как будут развиваться отношения Приднестровья и Гагаузии? Отношения, естественно, потеплеют. После похолодания потеплеют. Потому что чиновники меняются, а народ остается. Мы помним в 90-е годы, когда была беда. У нас в Гагаузии колонна Приднестровцев приехали арматурами, просто палками защищают нас. Также в 90-м году, когда была война, многие Гагаузии воевали и погибали здесь. Я думаю, что отношения сейчас, на данный момент, когда Молдов выбрал, что вектор развития евроинтеграции, арнополы и браки, это для нас априори непонятно. Поэтому будем, не будем развивать наши отношения, дружить, сотрудничать и помогать друг другу. В Чатерлумуге, прямо напротив Примарии, установлена памятная плита, спасибо приднестровцам, которые в 90-м году пришли к нам на помощь. Я не буду называть некоторые фамилии, но фамилии весьма значимые, которые говорят о таком проекте, как Малороссия или Новороссия. Они говорят о том, что Гагаузия, Приднестровье, Евразийский союз. Гагаузы не хотят Румынии. Вот у них просто оно четко, ясно звучит. Я несколько видел таких картин, когда внук объясняет деду, что его сверстники учились в Румынии, и они румыны. Я румынам быть не хочу. Или наоборот, когда дед рассказывает 44-41 год и говорит, что такое Румыния. Эти люди хотят остаться действительно самодостаточным народом. И вот когда молдавские власти говорили о том, что якобы референдумы и республику Приднестровскую создавал совет директоров, это абсолютно неверно. Мы все знаем, мы доказали своей государственностью, что это такое. И поэтому, продолжая мысль Сергея Ивановича, действительно, Гагаузы не свернут с этого пути. Там действительно никакие политики, какие бы политики у них не пришли к власти, народ не позволит им свернуть с того пути, который они провозгласили, и волю народа будут все-таки реализовывать эти политики. С мнением народа не считаться нельзя. Как это банально не звучит, но оно актуально, и действительно это так. Я думаю, что... Да, Сергей Иванович. Вы знаете, политики и народ говорят, если бы у нас были большие границы с Приднестровьем, мы давно уже в Приднестровье, как бы заобединились бы, и жили бы в одном государстве. Как бы назвали ее, без разницы, но жили бы совместно с Приднестровьем. К сожалению, таких границ у нас нет. Вот Евгений Васильевич пошутил, мне кажется, действительно так и будет. А уже Молдова подумает, присоединятся к Приднестровью или не присоединятся. Что у нас получится в будущем, покажет время. Я думаю, мы можем только пожелать успехов и удачи гагаузскому народу и твердости в следовании тем целям, которые уже поставлены и определены. Я думаю, на этом мы будем прощаться. Позвольте поблагодарить вас за то, что вы пришли к нам в студию. Спасибо. Зрителей благодарим за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова